Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире благодарственное письмо президента Республики Западной Армении Арменака Абрамяна президенту Джо Байдену. В ряде французских городов 24 апреля прошли церемонии пониновения. Франция и дальше будет поддерживать армянский народ. Телефонный разговор Пашиняна и президента Макрона. Власти Турции оставили без воды более миллиона человек на севере Сирии. Последний мастер каменщик северяков в Западной Армении. В реке Тигр наблюдалась массовая убыль рыбы. Концертная программа под открытым небом, посвященная сохранению памятников. Благодарственное письмо президента Республики Западной Армении Арменака Абрамяна президенту Джо Байдену. Уважаемый президент, для меня большая честь, что от имени всех армян Западной Армении я выражаю глубочайшую благодарность за то, что в своей речи от 24 апреля 2021 года вы разъяснили, что зверства и преступления, запланированные и осуществленные турецко-османским правительством 1915 года, были квалифицированы как геноцид по международному праву. Фактически, как уже было отмечено, турецко-османское правительство цинично уничтожило интеллигенцию нашего коренного населения в Константинополе до резни полутора миллионов армян на их исконной территории в Западной Армении, которая была предметом признания независимости со стороны Сената США 11 мая 1920 года и подписанные президентом Вудро Вильсиным решения арбитража, определяющего границы между Западной Арменией и Турцией 22 ноября 1920 года в ожидании экзекватуры. Армяне Западной Армении, проживающие на территории Республики Западной Армении и за ее пределами, как и другие народы мира, требуют соблюдения своих прав и соответствующего возмещения усчерба за преступления геноцида. Справедливость и уважение прав человека, при которых каждый может продолжать свою жизнь с достоинством и безопасностью для всех народов, откроют доступ к этому пути исцеления, которого желают все. Ваш акт признания геноцида, совершенного против армянского народа, выбивает на камни присутствия на нашей стороне Соединенных Штатов Америки, за что мы вам благодарны. Поэтому, господин президент, я вновь выражаю вам свое почтение и остаюсь в вашем полном распоряжении, чтобы вместе продолжать строительство мира. Армен Акабрамян, президент Республики Западной Армении. Церемонии памяти жертв геноцида против армян прошли 24 апреля в столице Франции, Париже и Лионе. В Париже французско-армянская общественность выразила свое почтение перед памятником Комитасу на площади Канады. А в Лионе делегация парламента Западной Армении во главе с председателем Леонардо Басмаджаном приняла участие в церемонии поминовения перед памятником мемориалом в Антонина Понсе. 24 апреля Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщили Армен Пресс, в отделе информации общественных связей аппарата премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян высоко оценил роль Франции в международном признании геноцида против армян, что является одним из важных шагов по исключению подобных трагедий в будущем. Эммануэль Макрон выразил поддержку своего французского народа, добавив, что Франция была и будет поддерживать армянский народ в преодолении трудностей. МИД Сирия осудил бесчеловечное обращение турецких военных жителями северо-восточной провинции Хосака. Об этом сообщает ТР.АЕ. Как сообщает сирийская государственная СМИ САНО, по данным МИД страны, турецкие военные оставили без питьевой воды более миллиона жителей одноименного административного центра Хосака. Утверждается, что турецкие оккупационные силы и их наемники блокировали подачу воды в город и его окрестности на 16 дней, остановив работу водонапорной станции. МИД Сирия обратил внимание Совета безопасности ООН и Международного комитета Красного Креста на преступную деятельность Турции, заявив, что Турция создает невыносимые условия для жизни сирийских граждан в северо-восточной части страны. 69-летний Уста Ахмед, который живет в районе Северия к провинции Урфа Республики Западной Армении, преподает искусство обработки знаменитых базальтовых камней в течение 45 лет. Отмечая, что этой профессией он научился у своего отца, мастер говорит, что его отец тоже научился и у армянского каменщика. Мастер рассказал свою историю так. Мой отец был первым человеком, который освоил эту профессию у армян. Большинство каменных построек Гавари построили армяне. Еще 50 лет назад все мусульмане учились у армян. Мастерами всех профессий были армяне. Мы научились у них и торговли. Кузнец, плотник, пекарь, медник – все ремесла в провинции были распространены армянами. Мусульманских мастеров не было. На данный момент, кроме меня, нет других каменщиков. Из старых остался только я. Был только один армянский мастер-рестчик на камне. Когда я вырос, здесь осталось очень мало армян. Эти люди научились ремеслу от своих дедов. Все они были мастерами. Мастер Ахмед, указывая на ручные инструменты, которыми он обрабатывает камни, сказал, что все они достались ему от армян. Мастер, построивший множество мечетей и домов, также принимал участие в реставрации исторических построек. Самая большая боль Усты Ахмеда в том, что эта работа проиграла бетону. На берегах реки Тигр в районе Чиналь, провинции Тигранакерт, республики Западной Армении, наблюдается массовая убыль рыбы. Корожане встретили большое количество мертвой рыбы на поверхности воды и на берегу. Один из жителей утверждал, что рыба попадала в реку Тигр на 4 дня. По его словам, наша вода еще не была так загрязнена. Мы пили эту воду, которая была настолько чистой, что дно было отчетливо видно. В итоге горожанин добавил, что хотят, чтобы власти расследовали массовую убыль рыбы. Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения в рамках мероприятий, посвященных Международному дню памятников 27 апреля в 19.00 во дворе Церковь Святой Анны проведет концерт под открытым небом, в ходе которого выступят Ереванский государственный камерный хор, ансамбль старинной музыки Тагарана, камерный хор Ага-Пае, женский ансамбль и оркестр современных народных инструментов. В рамках концертной программы будут представлены три марки с изображением памятников истории и культуры, выпущенные совместно с АйПост. Цель мероприятия – привлечь внимание к общественному проекту. Каждый гражданин может принять участие в сохранении памятников. Далее для вас ансамбль Акунг. Хайро. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Продолжение следует...